Итак, сначала мы остановимся на классификации в третьем издании по ретинопатии недоношенной. Значит, первое, сверху, слева мы видим ретинопатию в стадии 4А, когда патология находится по периферии. Затем она идет по окружности по периферии в стадии 4А. Далее, следующая стадия, когда вовлекается в макула, это стадия 4Б. И здесь может формироваться соответствующее изменение, которое мы можем обнаружить на исследовании. Стадия 5 делится на три подстадии, это 5А, 5Б, здесь стадия 5А, когда вы видите зрительный диск. В стадии 5Б мы уже не видим зрительный диск. И стадия 5С, когда мы уже не видим сетчатку, когда передний отдел, он становится непрозрачным, и мы уже не способны увидеть сетчатку. Также в стадии 5С мы видим смещение хрусталика, диафрагмы хрусталика, и уже возникают характерные изменения на роговицы. У нас лазерная указка не работает, чтобы показывать. Нужно нажать и держать, да? К сожалению, может поможете, да? Как мне это показать, мне очень сладко не надо. Как мне это показать, мне очень сладко не надо. Я не могу это показать. Я не могу это показать. На слайды на двух экранах отличаются, да? Нужно сигнонизировать их. Сначала быстренько остановимся на патогенезе данной патологии. Мы должны поговорить о разных векторных силах, которые вовлечены в данном процессе. Первый вид векторной силы – это тангенциальная или касательная векторная сила от гребня к гребню. Далее косые векторные силы от зубчатой линии к гребню. Также есть вертикальная векторная сила, которая идет от краев непосредственно к хрусталику. На сегодняшний день векторектомия с сохранением хрусталика является золотым стандартом лечения при ретинопатии недоношенных в стадии 4А. Каждая тракционная отслойка сетчатки, связанная с ретинопатии недоношенных, является уникальной и имеет свои проявления. И даже небольшой разрыв сетчатки может ухудшить прогноз значительно. Вы видите, что в 20% случаев происходит интероперационный разрыв сетчатки, и цель любой операции – как раз предотвратить такой разрыв. Высокий риск такого разрыва, он встречается при хирургическом пособии по поводу ретинопатии недоношенных в стадии В стадии 4Б, поскольку хирургам необходимо снять вот эту сосудистую волокнистую мембрану для того, чтобы ослабить тракцию. Я хочу поделиться с вами некоторыми советами. Первый совет – меньше – лучше. Чем меньше вы делаете вмешательства, тем лучше. И в нашу эру микроинцизионной витеректомии мы можем делать процедуры манипуляции с минимальным доступом, с минимальной инвазивностью. Раньше использовались лиральные вдавливания, но в основном данный метод использовался в случае, когда не было сосудистой волокнистой мембраны, но в дальнейшем, поскольку был риск повышения внутриглазного давления, от данного метода начали постепенно отходить. Раньше использовали, проводили витеректомию с сохранением грусталика диаметра 23G. Сейчас чаще используют режущие устройства диаметра 25G. И сейчас мы переходим к 27G. Это диаметр у них все меньше и меньше становится. По сравнению с методом спирального вдавливания, витеректомия направлена на тракционные силы внутри цикловидного тела напрямую и тем самым показал лучший структурный и рефракционный исход. Второй совет, при проведении хирургии по поводу ритмопятий недоношенных, предпочитается доступ через пар спликата, вот складчатую часть, нежели через плоскую часть, через пар сплана. Этот доступ, он делается на уровне 1 мм от лимбуса. И добавляется еще 1 мм к лимбусу, от края лимбуса по мере, то есть это расстояние увеличивается с каждым годом возраста ребенка до 4 лет, то есть если 2 года, если еще 1, на 1 год старше, то, соответственно, еще 1 см от данного расстояния. 1 мм, прошу бы, 1 мм. Склеротомия должна проводиться параллельно в визуальной оси для того, чтобы не повредить хрусталик. И нужно обеспечить доступ частично, не полностью. Для того, чтобы не затронуть, не задеть сетчатку. Для ретинопатии недоношенной в стадии 4, поскольку здесь есть вовлечение в височной части сетчатки, есть высокий риск того, что может возникнуть разрыв сетчатки. Хо и соавторы описали тот случай, когда надрез изнутри с помощью микро-ветрио-ретинального лезвия. Мы рутинно используем анализный лезвий. С помощью данного лезвия они проводили уменьшение тракции в переднем направлении за счет размещения портов у таких пациентов. Поскольку есть такой риск разрыва сетчатки, когда мы в другом направлении используем доступ, мы прибегли к другому доступу. Это так называемый назальный доступ. Он идет снизу, как показано на слайде. Данный доступ, он снижает количество осложнений у пациента в стадии 4b. Как я уже говорил, чем меньше вмешательства мы производим, тем лучше в стадии 4b. Нет необходимости индуцировать и вызывать отслойку стекловидного тела в заднем направлении. Правило номер 2. Цель хирургического вмешательства заключается в том, чтобы уменьшить тракцию во всех направлениях. Это направления от гребня к зубчатой линии, от гребня к зубчатой линии, от гребня к гребню и от гребня к крусталику. И при этом мы можем как можно меньше оставить эти прелетинальные мембраны, то есть мы можем практически их не трогать, потому что наша основная цель уменьшить тракцию. Когда нужна более агрессивная тактика? Для стадии 5 нет консенсуса по времени, когда нужно проводить хирургическое вмешательство и по виду хирургического вмешательства, потому что мы знаем, что анатомический и визуальный прогноз у таких пациентов плохой. Как видите, на схеме представлены тракционные силы, которые тянут сетчатку в тех направлениях. И вот справа вы видите, как сетчатка начинает отслаиваться за счет таких тракционных сил. Для стадии 5а, да, конечно, можно попытаться провести витриктомию с сохранением хрусталика. Мы можем провести такую процедуру, но в некоторых случаях требуется лишь наблюдение таких пациентов стадии 5а. Потому что у данных пациентов может происходить регрессирование заболевания, но если хирургическое вмешательство показано, то цель хирургического пособия заключается в том, чтобы обеспечить частичную, как минимум, частичную реплантацию или восстановление сетчатки. Потому что полностью устранить тракционные силы невозможно. В случае со стадией 5b, как я уже говорил, чем меньше вмешательство, тем лучше. Раньше мы прибегали к использованию хилона для того, чтобы уменьшать, чтобы воздействовать на сосудистоволоконистую мембрану, но сейчас этого не требуется. В целом, для стадии 5c я не рекомендую проводить хирургическое вмешательство, потому что прогноз очень плохой. Но при этом риск хирургического, плохого хирургического исхода очень высокий и может даже привести к атрофии глазного яблока. Некоторые рекомендуют проводить витротомию по типу открытого неба, когда также манипуляция проводится на самой роговице, но я лично не провожу такое хирургическое вмешательство. В стадии 5b и 5c необходимо также проводить удаление хрусталика, ленсектомию. Очень важно при проведении ленсектомии также удалять заднюю капсулу, потому что если вы не удалите, то она станет каркасом для образования новых сосудистоволоконистых мембран. В данном случае доступ через парс-апликата, сладчатую часть, она затруднена. В Индии поэтому прибегают к так называемому гибридному микроинцизионному хирургическому пособию. Здесь вы видите, с помощью 23G мы делаем доступ через роговицу, через сферу. Далее 25G помещается в этом направлении. Далее помещаются два инструмента диаметра 23G через эти отверстия. Перед операцией необходимо провести ультразвуковое исследование у пациента в стадии 5. Необходимо локализовать центр от слойки. И вот здесь как раз таки проводится хирургическая манипуляция. Также, если у вас есть вовлечение сосудов, то важно дать инъекцию антивек перед операцией, либо во время операции, для того, чтобы уменьшить сосудистое вовлечение. И даже во время операции, если вы видите, что активность сосудов очень высокая, вовлечение очень высокое, то также можете во время операции сделать инъекцию антивеки. Также нужно отметить, что пациенты, которые получили лазерное лечение, и у них может развиваться альтинопатия, у них могут возникать такие тракционные силы, и их нужно лечить как можно раньше после выявления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Значит, у нас поступил пациент, у которого было кровоизлияние в сетчатку, вот на первом слайде слева. Дальше, поскольку пациенту вовремя не провели, при дальнейшем исследовании мы обнаружили формирование фиброза в этой области. Поэтому, когда необходимо оперировать, когда высота отслойки высокая, поскольку у вас больше пространства для операционного пособия, когда отслойка вовлечения только периферическое, и оно и больше в восклиризации. Иначе, в данном случае, придется удалить хрусталик. И, в нашем случае, к счастью, у пациента исход был хороший. Другой случай, когда исход хирургического вмешательства был положительным. Другой случай, когда исход хирургического вмешательства был совершен. Мы видим, что сначала мы выбираем тракционную силу тангенциальную, покасательную. Далее, справа, вертикальную тракционную силу путем косую и вертикальную путем манипуляции на волокнисто-сосудистых мемранах. Далее, если мы видим области кровотечения, кровоизлияния, то мы должны диатомизировать, то есть останавливать кровотечение, если мы их выявляем. Другой положительный исход. Когда пациент поступает в данной стадии, это уже тяжелый случай. В данной стадии мы вынуждены провести линцектомию. Возможные осложнения после витректомии с сохранением хрусталика следующие. Возможно, вы заденете хрусталик. В данном случае лучше ничего не делать, оставить как есть. Большинство таких случаев, они могут привести к катаракте в периферической части и не распространяются в центральную часть. Может быть, небольшой разрыв во время хирургии. Лучше сразу провести лазерную манипуляцию во время этой же операции. Также могут быть очаги кровоизлияния. И сразу на месте, здесь и сейчас, провести диатомизацию, то есть остановить кровоизлияние. И канула, которая используется для инфузии, она может перегибаться. Это может привести к супраарахноидальному перенаправлению жидкости. Здесь не нужно паниковать, нужно лишь удалить эти канюли. И вот это перенаправление жидкости, оно само собой, само восстановится, само разрешится в течение двух-трех дней. Это та самая гибридная техника, о которой я говорил. После того, как мы делаем три отверстия для того, чтобы поместить наши инструменты, вы завершаете ленсектомию с удалением капсулы. В мембране вы делаете крестообразный надрез. Медленно и поступательно удаляете мембраны сосудистоволокнистые для того, чтобы получить доступ, визуальный доступ к сетчатке. И после этого вы удаляете вот этот тампон. Это очередной успешный случай. Это стейл 5а РОП-кейс, который получил более прогнозы, чем обычно. Данный пациент использовали диаметр 25G. Использовался корнеальный доступ. Но, если вы должны помнить, что даже после витректомии, фракционные мембраны могут начинать появляться снова. Помните, что даже после такого хирургического вмешательства, уменьшения тракционных сил, снова могут сформироваться тракционные силы за счет вот этих мембран. И, возможно, нужно будет повторить такую процедуру. Поэтому нужно постараться за одно хирургическое вмешательство решить проблему с тракционными силами, вместо того, чтобы эта операция повторилась в будущем. В данном случае мы в конце операции делали инъекцию люцентиса, и исход у данного пациента был хороший. В случаях, когда наблюдается двусторонняя отслойка сетчатки, когда оба глаза вовлечены, нужно провести срочное, последовательное, двустороннее витриоретинальное хирургическое вмешательство. Вместо того, чтобы проводить анестезию, общую анестезию, два раза. То есть нужно во время одной операции, во время одного анестезиологического пособия провести по очереди на каждом глазу. При этом каждый глаз должен восприниматься как отдельное хирургическое вмешательство. Все инструменты, весь набор полностью меняются, все инфузионные жидкости должны быть поменены. И крайне важно проводить работу с родителями и получить информированное согласие на хирургию. Нужно целостно подходить к лечению пациента, правильно вести перед операцией, во время операции и после операции. Здесь нужно работать в составе мультидисциплинарной команды, работать как команда. Статистика показывает, что риск смерти при проведении повторной анестезии у недоношенных детей в 100 тысяч раз повышается, чем в случае с двусторонним эндоптальмитом. Поэтому необходимо проводить оперативное вмешательство в центре, где есть соответствующее оборудование, соответствующим образом подготовленные специалисты. Поскольку сейчас возникает судебное разбирательство и количество жалоб растет, я лично предпочитаю проводить видеофиксацию консультаций, обучения, работы с родителями пациента. Также необходимо проводить видеофиксацию во время операции и сохранить эту видеофиксацию. Нужно получить информированное согласие на анестезиологическое пособие и также нужно подстраховаться за счет страхования возможных убытков в случае судебного разбирательства. И последний посыл. Нужно проводить лазер как можно быстрее и после этого хирургическое вмешательство тоже как можно раньше. Поэтому я призываю не мешкать, не направлять какие-либо другие центры, а сразу же делать раннее вмешательство. Спасибо за внимание. Я постарался максимально сделать ее понятной, короткой и не усложнять ничего. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо.